Улитки двигаются медленно и обычно не привлекают большого внимания, но может быть они заслуживают большего внимания. Ведь эти продвинутые моллюски эволюционировали так, что смогли заполнить самые разнообразные экосистемы, что привело к появлению некоторых причудливых и опасных улиток, которые подвергают опасности как животных, так и людей. Это не топ улиток, это просто список. 1. Устричное сверло. Это может показаться неожиданным, что некоторые виды улиток, такие как устричное сверло, часто являются худшим кошмаром моллюска. Их часто можно встретить на северо-западе Тихого океана. Эта маленькая улитка зарабатывает на жизнь путем дробления раковин других моллюсков своей колючей радулой и языком, а затем введения мощной кислоты для растворения карбоната кальция, находящегося в раковине жертвы. Большая мясистая нога устричного сверла в ходе эволюции развилась до формы мантии, которая служит для удержания добычи и предотвращения ее побега. Небольшие улитки охотятся гораздо на более сложную добычу. Они постепенно сверлят оболочку устрицы с помощью серной кислоты, после чего извлекают внутренности своей жертвы. 2. Пресноводная улитка и шистоматоз Медленно передвигающиеся улитки часто вступают в контакт со многими источниками паразитов. Некоторые улитки становятся одними из самых опасных разносчиков человеческих паразитов. Считается, что шистоматоз, обнаруженный в основном в тропических регионах, представляет собой опасную, но часто забытую, паразитарную инфекцию, передаваемую улитками. Во всем мире более 200 миллионов человек страдают от этого недуга, который уступает только малярии, как наиболее опасной паразитарной болезни. Шистоматоз высвобождается из пресноводных улиток в инфекционных формах, известных как циркарии. Инфекция может быть результатом простого контакта кожи с загрязненной водой. Что удивительно, но симптомы появляются не из-за наличия червей, а в результате реакции организма на присутствующие яйца. Симптомами часто бывают сыпь и раздраженная кожа, сопровождаемая лихорадкой, озноб, кашель и мышечные боли. В редких случаях шистоматоз может привести к заболеваниям печени, раку мочевого кузыря и даже спинного мозга или повреждению головного мозга. 3. Смертельно опасные конусы Существует более 500 видов улиток конусов, встречаемых в теплых водах тропических и теплых зон с умеренным климатом. Конусы передвигаются по морскому дну и запускают свои гарпуны в мелкую рыбу, вводя смертельную дозу яда. Когда добыча будет оглушена и обездвижена, улитки съедают плоть своей радулой. Яд более крупных и сильных видов достаточно силен, чтобы убить человека. Было зарегистрировано 30 человеческих смертей в результате случайного стрякания гарпонов людей, которые либо брали в руки, что никогда не рекомендуется делать, либо наступали на раковины в воде. Паралич, сильная боль и головокружение являются одним из распространенных симптомов. Недавно исследователи обнаружили новую особенность, которая делает их еще более смертельно опасными. В отличие от большинства животных, которые хотят скрыться от угрозы, конусы на самом деле агрессивны, если их спровоцировать. Представьте себе, что вы подходите к улитке, которая разворачивается, чтобы отомстить вам. Также стоит отметить, что благодаря силе мышц, с которой выбрасываются и гарпуны, они способны пробить даже перчатки и гидрокостюмы. 4. Улитка Хелена Несмотря на свои небольшие размеры, улитка Хелена – это пресноводная улитка, которая не брезгует прибегать к каннибализму, поедая других улиток. Фактически, она способна поедать некоторые другие виды. Этих улиток часто содержат в аквариумах в качестве убийц, чтобы они стали питаться другими улитками, которые чрезмерно поедают растительность. Как и некоторые из самых продвинутых убийц, эти улитки малы и достигают 2,5 см в длину и чрезвычайно изобретательны. Они прорываются сквозь листь улитки, после чего сосредотачиваются на мягких тканях добычи, которая может быть в несколько раз крупнее ее самой. Затем, хищная улитка за довольно продолжительный период высасывает остатки из раковины. 5. Охотина гигантская. Если такие показатели, как слизь, размер и большое количество особей являются первичным фактором оценки животного по шкале жуткости, гигантская африканская земляная улитка выигрывает по всем трем пунктам. Она родом из африканских лесов и болотистых районов Нигерии и может вырастать до 20 см в длину. В Майами эти улитки появились из-за поставок продуктов питания и контрабанды экзотическими домашними животными. Они способны поедать более 500 видов растений и разрушать штукатурку домов. Таким образом, они получают необходимый кальций для своих раковин. Эти монстры улитки являются крупнейшими наземными брюхоногими моллюсками на планете. Как и другие улитки, они способны передавать болезни и в данном случае очень серьезные. Редкая форма менингита, вызванная легочным червяком, может быть передана улитками в результате их привычки потреблять фекалии крыс. Одной измеркой искоренения этих улиток является использование обученных собак. 6. Платоядная улитка. Родом из лесов Австралии и Новой Зеландии, черная улитка от Вей питается слизнями, червяками и насекомыми, захватывая их своим слизистым телом, в то время как острая радула удерживает, а затем разрывает их. Житель влажных лесов и прохладных умеренных тропических лесов, этот вид считает своим домом пышную растительность с влажными и высокопродуктивными почвами. Обычно используемые для измельчения растительного материала радулы пяти платоядных австралийских улиток эволюционировали и стали высокоэффективным орудием охоты. В Новой Зеландии дождевые черви стали любимой пищей 23 видах платоядных улиток, которые относятся к двум родам. Самая большая из этих улиток достигает длину более 8 см. Интересно также то, что эти улитки могут прожить до 20 лет намного дольше, чем большинство сухопутных улиток. 7. Червеобразные улитки. Конвенгертная эволюция. Один из самых интересных природных процессов. Два несвязанных между собой существа могут принимать почти идентичные проявления и функции посредством адаптации к окружающей среде. Этот причудливый червь полностью противоречит обычному восприятию того, как должна выглядеть типичная улитка. С первых дней они напоминают типичных улиток, но потом они прикрепляются к скалам и становятся полностью недвижими, в то время как продолжают расти, превращаясь в длинную трубку с оболочкой улитки. Похожие на типичного червя, улитка улавливает пищу из воды с помощью модифицированной ноги, которая позволяет ей лучше охотиться. 10-сантиметровые существа могут сформировать слизистые нити длиной до 2 метров. По структуре пищеварительная система различных видов, относящихся к семейству червячковые, больше похожи на пищеварительную систему моллюска или устрицы, чем типичные улитки, обнаруженные в самых разнообразных местах обитания в океане. Эти существа размножаются необычным образом. Самец выпускает пакеты со спермой, которые затем подхватываются самкой, словно это пища. 8. Колючий мюрекс Колючий мюрекс имеет самую причудливую и опасную раковину среди всех улиток. Подобно морскому дикообразу этот мюрекс полностью защищен, но он также является прожорливым хищником. Усиленная массивными острыми шипами, выступающими из ее раковины, улитка необычайно неприветлива и по существу неприступна для плотоядных рыб, которые поглотят шипы, прежде чем смогу приблизиться к раковине. На мелководье у этих улиток вырастают более короткие шипы, в то время как те, которые находятся на больших глубинах, оснащены намного впечатляющими полноразмерными шипами. Достигая длину 5 сантиметров, эти улитки часто погибают из-за склонностей к попаданию в рыболовные сети. Глубоководные уловы, проводимые рыболовными судами, стали источником улиток, поставляемых для продажи и демонстраций. Известная каменелость колючего мюрекса, которой было более 5 миллионов лет, была изображена на марте Новой Зеландии, в качестве символа дикой природы. 9. Гигантский австралийский трубач Не совсем страшный, но гигантский австралийский трубач – это эквивалент гигантского моллюска. Встречаемая в песчаных приливных зонах и сублитеральной зоне, эта улитка встречается на глубине до 30 метров. Гигантский австралийский трубач весит 18 килограмм, при этом размеры раковин достигают почти одного метра в длину. Эта животность встречается на севере Австралии, в восточной Индонезии и попала в Новая Гвинея. Можно часто увидеть фотографии с маленькими детьми, когда дети зачастую меньше этой гигантской улитки. Мало что известно о повадках улитки, за исключением исследования ее кормления, в ходе которого были установлены странные различия в их жизни. Эти плотоядные брюхоногие одни в своем роде, которые питаются кольчатыми червями, которые могут достигать длину одного метра. Раковина настолько велика, что традиционно ее используют в качестве транспортировщика воды и, к сожалению, она также является источником известий. 10. Панкроп улитка Если колючий мюрикс можно сравнить с дикообразом, с широко расставленными длинными выступами из раковины, эта улитка больше похожа на кактуса или морского ежа. И это привело к тому, что этот вид, встречаемый на глубинах до 1000 метров, вблизи глубоководных гидротермальных отверстий стал называться панкроп улитка. Округлая форма улитка достигает размера мяча для гольфа, она полностью покрыта мелкими шипами с небольшими промежутками между колючками, которые покрывают раковину. Ученые дали это странное научное название благодаря фамилии Джо Странера, вокалиста и гитариста группы The Clash, которая также является активным защитником окружающей среды. Исследователь Шеннон Джонсон из аквариума в заливе Монтерей отметил, что у этих существ фиолетовый округ из-за поглощения обитателей на такой большой глубине, что способствовало появлению панкообразного внешнего вида. Выбор в качестве названия поп-культуры не лишен основания, и это было сделано по причине повышения популярности естественных наук среди общественности. На этом все, подписывайтесь на канал, если не подписались, и до скорой встречи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok